Перед тем, как изучать номенклатуру алкенов, давайте рассмотрим два очень известных представителя этого класса. Слева это R-лимонен. Окончание N говорит о том, что в молекуле лимонена есть двойные связи. R-лимонен пахнет апельсинами. Именно он придает апельсинам такой запах. Даже если вы и не слышали раньше про лимонен, с запахом вы точно знакомы. Справа другой алкен, он называется альфа-пинен. Еще раз, окончание N говорит о том, что это алкен, и в молекуле есть двойные связи. Альфа-пинен — это основной компонент скипидара. Многие знают, что он используется как растворитель для масляных красок. Некоторые думают, что у скипидара неприятный запах. Но это неправда. Бывает скипидар плохого качества, но хороший, качественный скипидар — другое дело. Альфа-пинен пахнет очень приятно. Итак, лимонен и альфа-пинен — это вещества с приятным запахом. А теперь давайте рассмотрим алкены попроще и попробуем дать им название. Если взять такой алкен, пусть он выглядит как-то… как-то вот так. Давайте нарисуем здесь двойную связь. Как его назвать по номенклатуре ИЮПАК? Так, когда мы называли алканы, вначале мы искали самую длинную углеродную цепочку. То же самое нужно делать и для алкенов. Но самая длинная цепь обязательно должна включать двойную связь. Так, самая длинная цепь с двойной связью… Так, мы можем идти вот так. Итак, вот наша самая длинная углеродная цепь с двойной связью. Сколько в ней углеродов? 1, 2, 3, 4, 5, 6… Всего 6 углеродов. Когда мы называли алканы, 6-углеродный алкан мы называли гексаном. Понятно, что здесь мы не можем использовать это название. У нас 6 углеродов, а еще в молекуле у нас есть двойная связь. Это алкен. Это не алкан. Мы видели, что для обозначения алкенов используют окончание «ен». Так, вместо «ан» для алканов нужно взять окончание «ен». Получается не гексан, а гексен. Следующий шаг — пронумеровать атомы углерода. Двойная связь должна получить наименьший номер. У меня есть два варианта. Я могу начать с этого углерода справа, справа сверху. Я могу дать ему номер 1. Или можно начать с этого углерода внизу, можно дать ему номер 1. Нужно, чтобы у двойной связи был наименьший номер. Я начну с верхнего углерода. Это номер 1. Так, это углерод номер 1, это номер 2, это 3, 4, 5 и 6. Двойная связь начинается у второго углерода. Итак, идем дальше. Поставим двойку спереди, и получается 2 гексен. Подразумевается, что двойная связь заканчивается на следующем углероде. Так, двойная связь находится между вторым и третьим углеродами. Итак, это 2 гексен. Давайте двигаться дальше и выведем полное название. Я волнуюсь из-за заместителей. У меня есть две метильные группы, у четвертого и пятого углеродов. Идем дальше. Получается 4, 5-диметил. Так, хорошо, что дальше? А дальше 2 гексен. Вот так. Это название по системе EUPAC, хотя мы использовали старую систему. Меня учил профессор старой закалки, и мы обычно именно так строили название. 4, 5-диметил, 2 гексен. Можно записать по-другому. 4, 5-диметил. Сначала написать «гекс», «гекс», а затем «2» между «гекс» и «ен». Можно писать «гекс-2ен». И EUPAC рекомендует писать именно так. Итак, 4, 5-диметил-гекс-2-ен – это более современный вариант названия. А 4, 5-диметил-2-гексен – это старый вариант номенклатуры. Большинство преподавателей признают оба варианта. Но лучше узнать мнение своего преподавателя. Давайте дадим название другому алкену. Давайте рассмотрим циклический алкен. Давайте рассмотрим вот такую молекулу. Хорошо. Давайте дадим название этому алкену. Так, давайте найдем самую длинную углеродную цепочку. В нашем случае это цикл. Сколько углеродов в цикле? Шесть атомов углерода. Итак, шестиуглеродный алкан мы назвали бы циклогексаном. Но здесь есть двойная связь, и получается циклогексен. Итак, это циклогексен. А теперь нужно пронумеровать атомы. Давайте посмотрим, что нужно сделать. Можно присвоить номер один этому атому или вот этому. Давайте перерисуем эту молекулу. Дадим ей разные названия и посмотрим, какое будет правильным. Смотрите на картинку слева. Давайте поставим номер один на этом атоме. Так, это углерод номер один. Давайте выделим его цветом. Если это номер один, значит двойная связь начинается около первого углерода и заканчивается на втором. Итак, это второй углерод. Это углерод номер три. Вот так. На рисунке справа этот углерод номер один. Если это первый углерод, то нужно двигаться в этом направлении. Тогда это углерод номер два. И вернемся к этому метилу. Я пройду весь путь вот так. Вы видите, что слева метильная группа у третьего атома углерода, а справа у шестого. То есть справа неправильный способ нумерации цикла. Правильная нумерация цикла. Итак, мы получили номенклатурное название 3-метил-циклогексен. Вот так. А как же заместители около двойной связи? Как поступать, если у нас молекулы вроде вот этой? Нарисуй вот эту симпатичную линию. Она показывает, что эта группа присоединена к молекуле. Такая группа называется винильной. Запишем «винильная». Давайте посмотрим на еще одну группу. Она очень похожа на винильную. Если к молекуле присоединена вот такая группа, это аллильная группа. Итак, аллил, а слева — винил. Давайте рассмотрим пример с такой группой. Посмотрим, как назвать такую молекулу. Итак, вот такая молекула. Как ее назвать? Итак, нужно опять посмотреть на наш цикл. Здесь шесть атомов углерода. Значит, это циклогексен. Но здесь есть двойная связь. Значит, циклогексен. А теперь давайте разберемся с нумерацией. Итак, можно поставить номер один на этом атоме углерода или вот на этом атоме углерода в цикле. У нас уже есть опыт, и вам понятно, что нужно нумеровать с верхнего атома углерода, чтобы заместитель получил наименьший номер. Итак, заместитель находится у углерода номер один. Это винильная группа. Итак, вы видите, что винильная группа находится у первого углерода. Идем дальше. Давайте закончим название. Получилось один винил циклогексен. У нас здесь номер один. Можно убрать эту единицу, она подразумевается. Можно сказать «винил циклогексен». И все поймут, что вы имели в виду, что двойная связь и заместитель находятся у первого углерода. Давайте рассмотрим еще один пример. И пример этот будет с двумя двойными связями в молекуле. Выглядеть она будет как-то так. Давайте добавим сюда галоген. Как назвать эту молекулу? Итак, нам нужно найти углеродную цепочку. Самую длинную углеродную цепочку, которая содержит двойную связь. Это вот эти четыре атома. Корень для четырех атомов — бут. Давайте напишем здесь «бут» для четырех атомов углерода. Сейчас у меня есть две двойные связи в молекуле. Нужно выяснить, как пронумеровать углеродную цепочку. Можно начать слева или справа. И снова из нашего опыта вам понятно, что нужно нумеровать слева. Это углерод номер один, два, три и четыре. Если нумеровать так, то первая двойная связь начинается у первого углерода, а вторая двойная связь у третьего, а заместитель хлор находится у второго углерода. Если начать нумерацию справа, то двойные связи получат те же номера, да? Двойные связи будут у первого и третьего углеродов, но хлор получит номер три. Итак, я думаю, понятно, что нужно нумеровать слева, вот так. Значит, у меня есть две двойные связи у первого и третьего углеродов. Две двойные связи. Как показать это в названии? Две двойные связи у первого и третьего углерода. Я сделаю вот так. Для двух двойных связей возьмем приставку «ди», а для алкена — окончание «ен». Получился «диен». Итак, это «диен». Давайте теперь запишем «диен». Добавим гласную «а», так будет лучше звучать. Добавляем, и получается 1,3-бутадиен. Чтобы закончить название, нужно добавить хлор. Он находится у второго углерода. Для галогенов мы пишем 2-хлор. Вот так. Таким образом, хлор, бром, фтор или йод. Итак, правильное название этой молекулы — 2-хлор-1-3-бутадиен. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...